Так, друзья, всем привет! Рад вас видеть на канале. В этом выпуске мы начинаем строить домик размером 6,5 на 10,5 метров в стиле барнхауса. В домике будет одна спальня, в домике будет сауна. И наша задача сделать домик в комплекте теплый контур. То есть дом готов снаружи полностью, утеплен внутри, затянут в пароизоляционную пленку и все проклеено. Имеет черновой пол. Давайте немножко по порядку. В первую очередь хочу сказать тем, кому интересно наперед знать, что у нас происходит. Обязательно переходите в телеграм-канал, ссылка есть в описании. Подписывайтесь, наблюдайте, изучайте. Далее, кому понравится такой проект, потому что проект уникальный. Мы находимся вообще рядом с водохранилищем. Место вообще шикарное, вид лес. Тут будет большая терраса, панорама, на террасе будет купель. И кому понравится такой проект, то есть вот так выглядит планировочка. Также оставлю ссылку в описании, друзья. Переходите, ознакомливайтесь. Также можете подобрать под себя другие проекты. Также хочу сказать все полезные ссылки. Вообще, каким инструментом мы пользуемся, как мы работаем, что у нас живет. Есть в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. Также переходите, изучайте. Так, друзья, начинаем, конечно, с подготовки рабочей площадки. Мы уже поладились делать самые простые, максимально удобные козлы. Вы видите сейчас на экране. Это двутавра метровая из доски 25 на 100 и четыре ноги высотой 80 сантиметров. Под наклоном она как раз дает удобное положение вверх стака. Далее, начали напиливать всю обвязку пакетом досок. Проект очень удобен. В проекте сразу указана доска 45 на 195. Поэтому, выписав себе все размеры, весь порядок, мы начали ее напиливать. Но не забывайте, если вы покупаете проект, обязательно его прочтите, полистайте. Обязательно сверьте в калькуляторе, чтобы все размеры подходили. Далее, классика. Начинаем собирать внешний контур обвязки. Для начала мы крепим все на саморезы 6 на 90. У нас у дома есть задняя арка, поэтому тут небольшие хвосты по 400 миллиметров торчат. Так задумано проектом. Ну и далее мы собираем просто пакет. Наполняем доски снаружи вовнутрь. Сначала идет одна доска по контуру, далее вторая, далее третья. То есть, чтобы мы могли получить все соединения елочкой. Старайтесь запиливать доски максимально ровно, чтобы все стыки были плотные. И вот уже к обеду мы имеем вот такой результат. Выглядит все очень достойно. Когда мы все прокрутили на саморезы, подложили гидроизоляцию, выровняли, выставили все углы. Сначала углы зафиксировали на болты мебельный глухарь 8 на 90. Далее по нитке мы выровняли всю обвязку, чтобы все было максимально ровно. И только тогда, еще раз проверив и убедившись, мы можем все пробивать ершонными гвоздями. Пробив всю обвязку на гвозди в 4 ряда каждые полметра, мы начинаем готовить черновой пол. Мы уже привыкли делать таким образом. Чтобы не ползать потом по земле и не растягивать ветрозащитную мембрану, мы для начала делаем закладной брусок. Брусок также сухой строганный. Крепим его на саморезы 6 на 90 шагом примерно 50 сантиметров. Используем кусочек рейки, доски, будущие обрешетки, чтобы брусок закрепить таким образом. Для того, чтобы дюймовка у нас была заподлицо с обвязкой. Закрепив брусок с каждого края, где нам нужно, я начал готовить обрешетку. Тут используется доска сухая, не строганная, 25 на 100. Раскладываю ее в своем порядке и сразу по месту отрезаю при помощи дисковой пилы. Это удобно, это практично, это быстро. Не надо там вымерять размеры, не надо что-то там на столе распиливать. А сразу накидали и на месте мы сразу ее пропилили. Запоминайте, очень удобно. Далее выставляем шаг под будущую сетку от грызунов. Сетка имеет ширину метр. Я делаю разметку каждые 90 сантиметров. Для того, чтобы нахлёст сетки был около 10 сантиметров. И таким образом у нас обрешетка идет примерно шагом 50 сантиметров. 45-50. Когда разметка готова, беру в руки пистолет и фиксирую все на гвозди. Далее раскатываем сетку от мышей. Сетка стальная, ячейка 6х6, толщина 0,6 миллиметра. Классическая сетка, которая используется в каркасостроении. Закрепляем эту сетку на скобу 140 тип. Эти скобы потолще, помощнее. Бьемся с аккумуляторного степлера. Это удобно, быстро. Только успевай вставлять скобки. Скобы мы не жалеем. Стараемся максимально, буквально каждые 5-10 сантиметров пробить скобой. Все это делается в один день. Все это делается максимально быстро и удобно. Нас в кадре двое, а третий человек уже запиливает лаги пола. Обрешетку, кстати, мы будем тут крепить интересным способом. Так как нет доступа залезть под дом, мы будем фиксировать к лагам на косую с помощью самореза. Так как ветрозащитная мембрана у нас должна быть рисунком наружу, поэтому мы отрезаем в размер и переворачиваем. И также пробиваем на скобки 140 тип, так как у нас под пленкой есть сетка, чтобы все было надежно и качественно держалось. После небольшого перекуса у нас пошел этап сборки лаг пола. Все по классике. Сначала выставляем всю коробку, временно также по углам фиксируем бабушками, потому что доска может изгибаться. Обязательно ее притягиваем и сажаем к обвязке пола, чтобы не было никаких щелей, чтобы все было плотно и красиво. Ну и затем раскладываем лаги пола. Доска здесь 45 на 195, пока собирали черновой пол, у нас уже напилены лаги пола. Продолжение следует... По проекту у нас лаги пола стыкуются в стык, поэтому буду использовать накладку в 50 сантиметров, которую буду пробивать на 8 гвоздей с каждой стороны. Доделали лаги пола и еще даже успели подготовить немножко ОСБ 22 миллиметра. Нарезали пару рядов на следующий день, но началась уже сильная метель, мы накрыли тендом и уехали. На следующий день начали собирать платформу. Да, идет легкий снежок, это не страшно. Мы все прометаем, все вычищаем, чтобы снега максимально не было. Для... Чтобы у нас получить максимально качественный пол, мы ОСБ плиту будем сажать, наклеить пену. Какой порядок работ? Один человек у нас режет утеплитель, один человек выгребает, чистит щеткой и совком весь снег в проеме, один человек заполняет утеплителем, а я готовлю листы ОСБ и наношу клей пену. Далее дергаю одного человека, чтобы закинуть лист, укладываем мы его на лаги пола, выставляем зазор с помощью самореза 6 на 90, чтобы листы между собой имели зазор, стык на линейное расширение, а потом все пробиваю наглухо ершеными гвоздями, используя 6-й гвоздь. По платформе строить на самом деле очень удобно. Но не забывайте, если б шел дождь, то все наши труды могут пойти на смарку, поэтому удобно работать в основном только зимой, либо летом, так как весной и осенью часто и дожди. Ну и потом в таком темпе, под хорошую музыку, мы закатали весь пол. Утепление лак тут 200, два листа по 100 мм с перехлестом швов. Такое перекрытие готовится для будущей полусухой стяжки. Мы получаем очень жесткий пол, на который можно будет спокойно раскатать потом трубы водяного пола, сделать полусухую стяжку и уложить керамогранит. Продолжение следует... Чтобы защитить дополнительно наше перекрытие, мы купили тент. Расстелили его с таким шагом, чтобы по контуру у нас остался промежуток 15-20 см для будущих внешних стен. Сам тент плотно простреляли, чтобы подстраховаться, вдруг пойдут дожди. Хотя пока за бортом еще зима. Итак, друзья, мы продолжаем строить домик с сауной размером 6,5 на 10,5 метров. Сейчас мы формируем первую стенку. Мы зеркалим проект как вдоль, так и поперек. Тут вообще с заказчиком очень много внесли изменений. Во-первых, все помещения поменяли планировку, плюс высота конька увеличилась, плюс вынос увеличился. Поэтому проект, конечно, выручают очень хорошо, но по месту уже можно что-то изменять. Собираем сначала левую и правую стенку. Все классические. Нижний лежень, верхний лежень. Окна, двойные стойки, хедер и укосина. Укосина тут 25 на 150. Далее ее поднимаем и выставляем на свое место. Затем переходим к сборке второй стенки. Стенки тут длинные. Троем поднимать, в принципе, нормально. Доска используется 45 на 145. Ну и, как обычно, по привычке мы сначала стягиваем весь каркас. То есть, используем саморезы 6 на 90. И с помощью винтовертов, в данном случае, работаем с Greenworks. Нормальные винтоверты, больше 200 ньютон. Есть регулировка оборотов, то есть три режима работы. Но, как показала практика, мы работаем на последнем, на максимальном. Быстро затягивает саморезы. И даже в морозы аккумуляторы держат довольно хорошо. Поэтому, если хотите себе прикупить пару винтовертов, то смело рекомендую обратить на это внимание. Мы уже собираем третий или четвертый дом этими винтовертами. И живут хорошо. Итак, каждую стоечку мы прокручиваем на 1-2 самореза, чтобы ее прижать максимально плотно. А где у нас есть доска чуть винтом, мы ее сразу выпрямляем. Поэтому, все по классике, все как обычно. Ну и, конечно, в дальнейшем все пробьется 90-ми винтовыми гвоздями. Крепежа мы тут не жалеем. Бьем по 3-4 гвоздя. Все зависит от узла, как он себя ведет. Поэтому никогда не экономьте на крепеже. Берите качественные, чтобы стройка ваша была на 5 с плюсом. Этот дом мы строим по проекту. Поэтому стройка идет очень быстро. В свободное время или по вечерам я делаю такие проекты. И зарабатываю с помощью проектирования. Вообще, практически любое хобби или умение сейчас можно превратить в дополнительный источник дохода. Проще всего для этого оформить самозанятость. Оформить можно с помощью разных сервисов. Но я советую делать это в Сбербанк Онлайн. Потому что в Сберии для самозанятых больше выгоды. Давайте разбираться почему. Сервис для самозанятых в Сбербанк Онлайн полностью бесплатный. Самозанятым в Сберии доступна сниженная ставка по кредитам. Минус 1%. Вам совершенно бесплатно станет доступна куча полезных услуг. Например, онлайн записи клиентов. А за подключение сервиса до 30 апреля можно выиграть кучу бонусов спасибо. Разыгрывается аж 16 миллионов. Кстати, если у вас уже оформлена самозанятость в моем налоге или других банках, то вы можете просто подключить сервис от Сбера и тоже пользоваться всеми этими преимуществами. Так что, если вы хотите заниматься любимым делом без лишних клопот и получать максимум выгоды, то переходите по ссылке в описании и подключайте сервис всего лишь в пару кликов в Сбербанк Онлайн прямо сейчас. Ну а мы поехали дальше. Ну и далее поднимаем стенку. Также классический каркас. Если справа налево, это у нас окошко для сауны. Потом будет душевая санузлом. И просто комната спальня. Далее мы начали собирать заднюю стенку. Опять же, тут отзеркалили проект, поменяли высоту и дверь перенесли спереди на заднюю часть. То есть, домик планируется, я так понимаю, под аренду. И чтобы гостям было удобно заходить не со стороны террасы и сразу попадать в зал, а именно с задней части дома, заходя в тамбур, спокойно разуваться, раздеваться и уже переходить в общую комнату дома. Ну и затем собрали переднюю стенку. Итак, за один день мы собрали все четыре стены. И за второй день попробуем собрать всю стропильную систему. Сначала начали доделывать те стенки, которые мы не успели. Далее начали собирать задние стенки арки. У нас тоже тут внесли изменения. Было 400, стало метр вынос на задней части дома. Вы можете сейчас обратить внимание. И потом еще добавили спереди также стенку, обычную глухую. И начали собирать четырехметровую центральную стенку. Юмора было много, конечно. Мы ее там с третьего раза только подняли. Стеночка непростая. Тут сразу три двери, в которые сауна, санузел и спальня. То есть высоту мы сразу приподнимаем, учитываем, так как по полу планируется полусухая стяжка. Поэтому все проемы дверей делаются с запасом в 10 сантиметров. Ну и далее стандартный набор элементов. Это двойная доска на ригель, хедер, чтобы снизить нагрузку. Продолжение следует... Итак, стена стоит. Весь домик обвязали лесами, чтобы можно было двигаться по всему периметру. И начали монтировать вторую верхнюю обвязку. Сразу прикрепляем саморезами, притягиваем, а потом стреляем все с помощью пистолета на гвозди. Далее пошла подготовка стропильной системы. Тут немножко хитрая часть, так как у нас нету центральной стены, конек будет на весу. Поэтому максимально жестко его будем усиливать. Продолжение следует... Помимо основного крепежа стропильных ног, мы также будем использовать косынки. Косынки решили делать из 20-й ОСБ. Благо у нас от платформы остались обрезки. И они в ход пойдут прям полностью все, что есть. По факту мы на каждую стропильную сделали по косынке, а потом еще через одну добавили по второй. Лучше пусть будет больше, чем меньше. Порядок сборки стропильной системы тут простой. Мы заранее подготовили на одну ногу косынку. Через проставки шагом 590 ставим запас-зазор. И далее вторую стропильную ногу притягиваем сначала на саморезы, чтобы выставить все по уровню. А потом уже все наглухо простреляем гвоздями. Кстати, забегая наперед, на только стропильную систему ушло почти две коробки. А это 4000 гвоздей, когда пробивали весь каркас. Собирать никаких проблем, троем очень удобно. Один крутит бабушку с левой стороны, потом я по центру, закидываем стропильную ногу. Далее вторую стропильную ногу фиксируем. У нас был небольшой зазорчик по распилу. И по месту мы уже центровали, подпиливали стропильную ногу, чтобы соединение было максимально плотно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и за третий день мы успели собрать всю стропильную систему. Ребята там добивали гвоздями, а я уже в свою очередь начал размечать все межкомнатные стенки. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и под конец рабочего дня, что мы имеем? Готовый каркас, скелет. Вот мы находимся в тамбуре. Стеночки, где у нас сауна, санузел и межкомнатная, обычная спальня, мы пока не поднимали. И сказали заказчику, пусть подумает, чтобы возможность сделать не по кровле стенки, а чуть ниже, чтобы остались в зонах хранения. Поэтому вот эти три стенки мы не собрали, хотя доска уже лежит, все напилено, собрать ее буквально за часок. Так, друзья, ну что, давайте сначала по порядку. Скелет у нас полностью готов, также у нас готова платформа, которую мы накрыли тендом. И чтобы нам сделать фасад, то есть стены и крышу, надо подготовить леса. Когда остаются обрезки доски, мы всегда делаем леса, и, конечно, в идеале сделать их максимально жесткими, безопасными. В первую очередь, чтобы было удобно ходить. И чем удобнее, чем надежнее, будет работа идти намного быстрее и качественнее. Поэтому, если мы делаем только крышу, мы делаем гэшки, прикручиваясь к фасаду. Если мы делаем и фасад, то сразу делаем пэшки. По факту у нас обрезки тут буквально чуть больше двух метров. Это доска двухсотка, которые остатки от стропильной системы. Поэтому все удобно. Скручиваем все на саморезы 6х90, формируем укосинами, делаем настилы и можно бегать. Итак, подготовив леса с двух сторон, приступаем к монтажу ветрозащитной мембраны. На этом объекте используется хорошая ветрозащитная диффузионная трехслойная мембрана FACRO EUROTOP N35. Такая мембрана отлично будет защищать ваши стены, крышу, черновой пол. И я всем рекомендую присмотреться. Да и вообще, вам советую на своих домах всегда использовать качественные пленки. Потому что таким образом ваш дом, ваша стройка, все будет максимально качественно и служить вам будет долгие годы. Ветрозащитную мембрану стреляем скобками. Скобки мы используем 140 тип. Тоже скоба пожестче, помощнее. Можно и на 53 стрелять, потому что все равно в дальнейшем будет прижата ветрозащитная мембрана вентозазором, бруском. Сделали первый слой. Сразу гоним второй, третий. У нас тут высота фасада 3 метра. Это очень круто. Бруски можно без подрезки сразу будет цеплять на гвозди. Поэтому сразу катаем второй слой. Закатав стену, сразу начинаем и крышу. Так как дом у нас в стиле барна, я хочу сделать небольшой перехлёст, чтобы если будет какой-то конденсат, то он также скатывался аж до земли. Поэтому раскатываем рулон и делаем нахлёст на стену. Ну и соответственно идем каскадом. Заготавливаем брусок. Брусок здесь используется 50 на 50 сухой строганой. Как я сказал, он у нас 3 метра. И высота от нижней точки до верхней у нас тоже 3 метра. Прям круто, удобно, быстро. Вообще классно, что так получилось. Бруски стреляем на гвозди с помощью пистолета. Гвозди используем 90-е, ершоные. Стреляем шагом примерно 40-50 сантиметров. Стоит хорошо, надёжно, качественно. Этого хватит за глаза. Так как у нас на стенах и крыши будет профлис C21, который, кстати, мы заказали, ждём. У нас ещё идёт двойная обрешётка. То есть вент-зазор брусок, а потом ещё доска 25 на 100. Используем сухую, не строганную. Шаг доски мы задали с помощью обрезков по 30 сантиметров. Я считаю, это добротный шаг. Будет жёстко, качественно, надёжно. Дюймов, кстати, стреляем тоже на 90-е гвозди. С собой перестали таскать полтинник. Можно покупать 75-ю позицию, конечно, гвоздь. Но проще всё стрелять на 90-е. Поверьте, после 90-го гвоздя эту дюймовку уже не оторвать. Только ломай пополам, либо утапливай гвозди, чтобы её хоть как-то вытащить. Поэтому стреляем и располагаем доску внимательно, чтобы не делать ошибок. Ну и в таком ключе формируем всю двойную обрешётку. Также делаем окантовки окон из бруска. И это важно. Далее переходим на крышу. Крышу надо делать в этапы. Что это значит? У нас первая плёнка заходит на крышу буквально около метра. Поэтому бруски мы нарезаем по 90 см. Чтобы у нас сверху оставался нахлёст выступ плёнки в 10 см. В дальнейшем на этот нахлёст пойдёт следующий рулон. Также стреляем бруски с помощью пистолета. Потом делаем обрешёточку шагом 30 и поднимаемся выше. А вот вам таймлапс. Как в одну каску закрепить ветрозащитную мембрану на скате. Потом заготовить себе бруска. Раскидать его и также застрелять. Так что строить можно и в одну каску. И вот у нас уже почти готов один скат. Поднимаемся постепенно. Угол небольшой. Ходить удобно. Всё довольно качественно и хорошо. На коньке мы делаем перехлёст мембраны. Так как у нас внутри потолки по скатам. Делаем перехлёст мембраны. Чтобы никакой конденсат нам в утеплитель не затекал. На коньке мы уже закрепили доски 25 на 150. Оставили небольшой зазор для вентиляции. Его хватит за глаза. Ну и вот за пару дней у нас вот такой результат. Так как боковые стенки у нас уже накрыты, переходим на торцы. По проекту мы внесли изменения. У нас задний свес аж метр. Это нормально. Это проходит. Жёсткости хватит. Но этот свес будет в дальнейшем тоже отделываться планкеном. Поэтому нужно сделать подготовку. Подготовка тут следующая. Пробиваем ветрозащитную мембрану. Далее сразу без вент зазора бьём об решётку 25 на 100. Вент зазор у нас есть снаружи. По сути это уличная стена, это эркер такой для красоты. А об решётка горизонтальная нам нужна под монтаж вертикального планкена. Хотя у нас задачи тут такой не стоит. Просто у нас осталась доска, осталась плёнка. И мы решили бонусом сделать заказчику подготовку с веса. Шаг об решётке здесь 30 сантиметров. Такой шаг будет довольно жёсткий при монтаже планкена. Всю об решётку мы крепим на 90 гвозди. 50-е закончились и они слабоваты. 75-е мы стараемся не покупать. Поэтому всё бьём на 90-е. Да, возможно кто-то скажет перерасход. Но зато всё сидит жёстко и на своём месте. А вот как легко и в одну каску отмерить сколько вам надо ветрозащитной мембраны. Не надо таскать целый рулон. Будь это крыши, стены, торцы, неважно. Достаточно просто знать расстояние периметра. То есть у нас торец это 6 метров и 30 сантиметров. Отметить на одной стене метку. И далее просто спокойно отмерить сколько нужно ветрозащитной мембраны. Далее отрезать и уже с этим куском идти монтировать на крышу либо стены. Таким образом всё намного проще, легче и не надо таскать тяжеленный рулон. И делать это можно аж в одну каску. Пока ребята делают переднюю стенку, я в одно лицо начинаю делать вторую. Монтаж произвожу снизу вверх ветрозащитной мембраны. Тут всё очень просто. Закрепляем низ, протягиваем его. Далее поднимаемся на леса, выставляем центр и разгоняем ветрозащиту влево и вправо. Далее, чтобы начать отделку фасада, я натянул две нитки снизу и сверху. Они будут служить как направляющие для крепления планкена. И чтобы все саморезы, которые мы будем крепить в лицо, были идеально ровные по струнке. Так как это будет видимый крепеж. Также ребята уже зашли во внутрянку и начинают утеплять стены. Стены у нас 150 мм. Первый слой идёт 50 мм. А второй 100. Обязательно делаем перехлёст швов. Продолжение следует... Продолжение следует... Я же в свою очередь забрался на террасу, напилил заранее досок и потихоньку начал монтировать планкен. Тут довольно всё просто и можно делать в одну каску. Нам главное подготовить и накидать себе досок. То есть, как я работаю? Начинаю из центра гнать целиковые планки. И креплю их через зазор 4 мм, который задаю с помощью обычного угольника. Далее по такому же макару перехожу на заднюю стенку. От центра начинаю две доски и задав угол наклона крыши, один человек заранее мне накидывает и напиливает все необходимые доски, а я уже в свою очередь монтирую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как только доделали мы весь планкен, переходим всей толпой вовнутрь и начинаем полное утепление дома. Я взял себе такое правило, чтобы много остатков не выкидывать, делаю следующим образом. Весь внешний контур, стены и кровлю я всегда гоню только из целиковых листов утеплителя, чтобы максимально было все утеплено и надежно, а все остатки обрезки куски по половинке, там по 30 см, я их ставлю в межкомнатные стены. Но если спальня, например, граничит с санузлом, то эту стенку делаю тоже из целиковых плит, чтобы максимально сделать шумоизоляцию и не слышать, как смывается унитаз. Так как мы строили этот домик, мы заранее все продумали и шаг стропил у нас тут строго 590 мм. Есть, конечно, места примыкания стен, есть, конечно, места около углов, но в основном везде шаг 590, поэтому стропила укладывать утеплитель очень легко. Также в начале мы подрезаем кусочек под угол наклона, чтобы он плотно вставал к проставке, а затем идем с перекрестом швов. Как видите, утепление идет довольно быстро. Один человек подает и нарезает утеплитель, а второй, то есть я, сразу его вставляю на свое место. Также по всему внешнему контуру мы будем использовать качественную пароизоляцию. На этом объекте применяем E-TOP 190. Также эта пароизоляция будет сделана в ванне, потому что в ванне у нас повышенная влажность. Ну и, конечно, все эти места и стыки будут проклеены скотчем. А все обычные внутренние стенки мы будем затягивать простой ветрозащитой. Недорогой, но более-менее качественный, чтобы она хорошо стрелялась степлером и не рвалась прям в руках. Поэтому тоже не стоит экономить и брать самую дешман. Берите что-то хорошее, ходовое, что будет держать свою форму. Хорошо растягиваться, тянуться и держаться на своем месте. Продолжение следует... Оконные и дверные все проемы я проклеиваю прям по каркасу. Мы здесь не делали закладных, мы замыкаем контур на досках. И если вдруг кто-то скажет, что я не завел пароизоляцию до конца окна, то тут установка окон будет производиться с помощью герметизации швов не лентами, а специальным оконным герметиком. Поэтому все тут сделано очень хорошо и как надо. Ну а вы можете себе делать как хотите. Продолжение следует... Также пока я занимался проклейкой швов, ребята уже накидали профлист на стены. Профлист на стене тут используется C21, толщина 0,45, цвет 7024. Графит, мокрый асфальт или просто серый, кто как называет. Но домик выглядит стал очень сочно. Чтобы саморезы на фасаде были идеально ровные и красивые, мы натянули шнурку и по этим гуслям закрепляли весь профлист. И вот какой результат мы получили. Так, друзья, ну что, у нас была весна, теперь снова зима, сегодня даже градом нас накрыло. Поэтому у нас по теплому контуру осталась недоделка, буквально 1%. Сейчас объясню. За моей спиной стоит домик размером 6,5 на 10,5. В комплектации теплый контур. То есть домик готов снаружи по согласованию с заказчиком. Недошитой террасы планкеном. Это было учтено. И у нас за нами недоделки. Это торцевые планки, углы и прокрутка по центру профлиста. Потому что очень скользко, невозможно ходить, двигаться. То есть мы просто дождемся пару дней солнечной погоды. Приедем за пару часов прокрутием. То есть по фасаду у нас цвет 7024, это профлист 045, цвет графит. То есть классно смотрится, вообще мощно. То есть сами торцы у нас выполнены из планкена. Это сосна. То есть в лицо прокрутка на два самореза по нитке. Все классно, аккуратно, красиво. Сейчас залезем вовнутрь. Если копнуть немножко назад, домик мы этот зеркалили сначала по одной стороне. А потом еще зеркалили по диагонали. То есть, ну в принципе смысл остался такой же. Из изменений у нас конек по высоте на 60 сантиметров больше, чем в проекте. У нас полы шагом 400 в проекте 590. Ну и соответственно полностью от зеркалина, потому что тамбур вообще был на террасе. Сделали отдельную группу, чтобы у нас вход в дом. То есть вот он с задней стороны. Это будет дверь, тут окошко. Мы заходим в тамбур. У нас полноценный тамбур, гардеробная. Проходим в коридор и попадаем в общий зал. Направо у нас душевая. Справа у нас парная. Парная сделана в фольге, проклеена, утеплена в обрешетке. Тут планируется душевая кабина. Весь внешний контур, друзья, у нас проклеен хорошей пароизоляцией. Вот название, E-TOP 190. Все проклеено лентой. Наглухо весь теплый контур. Плюс ванная проклеена все в хорошую пароизоляцию. Дальше остальные межкомнатные стены у нас в обычной ветрозащите. Сделана обрешетка на максималках, сколько хватило доски. Потому что есть места, где не хватило чуть досочки. Как бы опять же согласовано это с заказчиком, чтобы сейчас машину не докупать. Там 18 досок. Вот допустим, вот эта стеночка, видите, чуть не доделана в обрешетке. То есть вроде по плану еще один домик будет строиться. И машинку затащим с доской и заедем сюда, доделаем вот эту обрешетку. В принципе, планировка удачная. Есть отдельный туалет, санузел большой, хороший. Тут, кстати, можно и разместить бойлерное оборудование вверху. То есть будет стоять унитаз, а вот тут можно повесить все оборудование. Плюс можно даже сделать нишу, если заморочиться, все поднять вверх. Также ниша будет над парной. То есть вот тут не зашивали. То есть там надо будет сформировать пол. И можно будет сделать какое-нибудь окошко для хранения мелочей. Поэтому, друзья, вот такой у нас формат. Проект есть по ссылке в описании, друзья. Кому интересно, можете прийти, ознакомиться. Ну и, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал, потому что там это выходит все с первых полей. Как мы начинали строить этот домик. Потом его замораживали. Через полтора месяца снова проснулись. И буквально, я думаю, сколько, недельки-две, то есть мы довели его уже до такого состояния. По сути, следующий этап, если доделать крышу, это вставить окна. Это сделать всю инженерку. И определиться с отделкой. Тут либо гипсокартон, либо имитация бруса, либо где-то натяжной потолок. То есть и все можно в предчистовую. Плюс пол у нас, как минимум, раскатать теплый пол. Засыпать полусухую стяжку. То есть будет керамогранит. А так домик очень интересный. Есть выход на террасу. Тут планируется в будущем купель. То есть, конечно, доделать террасу в планке. Соответственно, застелить пол. Покрасить столб, балку, колонну. И все будет по красоте. Так что вот так, друзья. Спасибо вам за просмотр. Мы поехали дальше. Начинать новую историю о стройке. Но я думаю, сюда мы еще вернемся. Будем надеяться, что да. Прямо на соседний участок. Но об этом вы узнаете в первую очередь в телеграм-канале. Так что жду вас там. Вам еще раз спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь разбираем.